Куча видео по SkyWars, прохождение различных интересных карт и также рубрика без модов. Всё это вы сможете найти на канале FoxOnAir. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт. Это продолжение прохождения крутой карты в мире 2D в Майнкрафте, ребята. Это завершающая часть, потому что кто смотрел, тот помнит то, что перед этим мы уже прошли эту карту почти что полностью. Сегодня у нас будет финал. Мы уже сделали 2 серии и это будет 3 серия. Поэтому, ребята, если вы смотрели, вы большие молодцы. Но, финал не финал, но всё же, ребята, если вы хотите больше прохождения карт, если вы хотите больше видео со мной, проводить больше времени со мной, ребята, вы знаете, что делать. Чем быстрее мы набрём 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Даже ещё одно новое видео может выйти сегодня. Два видео в один день, всё, что вам нужно, это поставить лайк. 2500 лайков, новая серия, не ленитесь, ребята. А также я всех вас приглашаю в нашу большой дружу с 7 подписчиков. Ребята, я вас всех люблю, я вас всех уважаю. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду рад, если вы потратите 2 секунды, чтобы подписаться на мой канал и поставить лайк. Ребята, это будет очень круто. Я выпишу для вас новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем продолжать. Мы остановились вот тут, в предыдущей серии. И сейчас мы зайдём в какой-то секретный бункер. Предатель Эдвард, ребята, кинул нас. Он отправил нас за поисками каких-то ингредиентов для его машины времени. Ингредиенты он себе забрал, ресурсы, а нас кинул. Его охранник пытался нас убить, но мы его замочили, ребята. Сейчас мы будем входить в вот этот секретный бункер. Именно тут мы закончили прохождение вот этой карты в предыдущей серии. Ну что, ребята, мы заходим. Что может пойти не так? Несколько моментов позже. Так, что это? А, это была машина времени. Что за машина времени телепортирует тебя в... Точнее, посередину океана. Помогите, я не умею плавать. Ух, ты же нихрена себе. Враждебная акула. Он меня убил? Я что-то не понял. Он меня убил, я уже думал, карта залагала. А я даже, ребята, не посмотрел, что у меня жизни нет. Ну акула, это же все-таки, ребята, сильное существо. Ах ты ж. Поэтому он нас и замочил, потому что он сносит по 20 урона нам за раз. Охренеть. Ам, бам, бам, бам. Замечательно, ребята. У нас уже есть 600 баксов. Я не знаю, нужно ли нам их вообще тратить. Посмотрим. Так, я получил большую рыбу на обед. Ну, посмотрим. Кстати, ребята, вы любите рыбу? Я, если честно, нет. То есть, если бы я выбрал между рыбой и мясом, я бы выбрал мясо. Я больше люблю мясо. Вы как, ребята, не знаю. Напишите в комментариях. Мне реально будет интересно узнать, сколько нас, кто любит рыбу и кто любит мясо. Да? Ну что. Я полагаю то, что плавание не такое плохое, как я думал, что оно будет. Но остается то, что я не знаю, где я нахожусь. Ох, ты ж паскуда. Вот Эдвард, предатель. Предатель. Итан, слава богу, ты тут. В моей машине координат, походу, координаты в моей машине времени сбились. И я очутился на каком-то острове. Острове. Он создавал машину времени. Кинул нас. Потому что он нас отправлял добыть какие-то припасы, ингредиенты и ресурсы для вот этой машины. Забрал себе и потом нас киданул. Сейчас говорит, слава богу, ты тут. И сейчас он оказался на каком-то необитаемом острове. То есть, я ошибся, как ученый. Я думаю то, что твое сердце сможет меня простить. Да, сможет меня простить. Эта машина должна была отправить меня в Лондон. Но отправила меня на необитаемый остров. Я застрял тут, посередине ничего. Я надеюсь то, что ты сможешь нас отсюда вытащить. Как только ты это сделаешь, я обеспечу тебе новый дом. И также мебель в доме. Ребята, кто не помнит, с чего началась вот эта карта. Она началась с того, что мы застряли. Не застряли, то что дом вот главного героя сгорел. И сейчас он нам обещает новый дом и мебель. Если мы его сможем вытащить с этого острова. Ребят, будем ему помогать. Мне кажется не стоит. Ну что ж, смотрим, что у нас тут такое. Мы можем пойти налево и также можем пойти сюда вниз. Это похоже на какую-то гробницу что ли. Или на, не знаю, на какую-то пирамиду. О, враждебный кролик. Кролик сейчас нас убьет. Ну, урончика у него не очень, если честно. Я полагаю то, что это существа должны иметь какой-то лут при себе. Когда они умирают, то они дропают. Ну да, в принципе, как в любых играх. Но тут почему-то нет. О, мой... Ой, куда я выбрал? О, мой желудок. Я не должен был есть эти буррито на мой завтрак или обед. Ну, я не знаю, что такое буррито, поэтому круто. Так, что у нас тут такое? Я не могу пойти в эту часть комнаты, потому что там очень темно. Зашибись. То есть, как я понимаю, нам нужно найти... Там пишет даже... То, что мне нужно найти какой-то свет. То есть, освещение, осветить вот эту комнату, чтобы пойти дальше. Поэтому, ребята, сейчас мы будем искать свет. Надеюсь, то, что мы сможем его найти. Подсказочка! Всегда носите с собой курточку, чтобы не замерзти. Да, не отморозить себе яички. Ну, что меня вот сейчас поразило, я даже... Слово неправильно выгорел, то, что... Вот тут у нас пляж. Мы на каком-то острове. Тут у нас пляж. Тепло. Загорают дивули на пляже. Сюда мы переходим, и тут у нас зима. Охренеть просто. Я не знаю, где логика. Ну, да ладно. Тут ты просто-напросто отдыхаешь. Выходишь сюда. Тут, знаете, кто-то в купальнике, кто-то в шортах, да, кто-то в павках. Выходишь сюда. Пум! Зима! Всё, и начинаешь замерзать. Я не знаю, ребят, где логика. Но ладно, тут у нас есть какой-то домик на дереве. И посмотрим, что это такое. О божечки! Как ты вообще сюда попал? Пожалуйста, проходи, чувствуй себя как дома. Ирма. Носатая Ирма. Это было много времени, как я застряла на вот этом острове. И я уже много времени не имела никаких посетителей. И чувствую себя... Чувствую в этом доме как... Чувствую в моём доме как у себя в доме. Что-то в этом роде. Я не очень понимаю твою ситуацию. Но я думаю... Ну, я думаю то, что тебе тут понравится. Какая мне разница, что тебе тут понравится. Ты хочешь уйти, но ты только что пришёл. Здесь нету никакого выхода с этого острова. Если бы был, то она бы уже выбралась. Офигеть. Но я не знаю. Я очень привыкла к этому дому. Я не хочу его покидать. Я расскажу тебе правду. То, что ты не сможешь найти выход с этого острова. Поэтому я также не смогла найти выход. Построила этот уютный дом. И осталась вот тут. Но, ты знаешь, в этом доме хватит комнат для двоих. Поэтому, если ты хочешь, ты можешь остаться. Там нету никакой необходимости покидать этот остров. Ирма. Ты не очень красивая, чтобы я из-за тебя оставался на вот этом острове. Ребята, вы согласны? Если бы она была похожа на... Ну, хотя бы на... Ну, хотя бы на Эму Водсон. Или там Скарлетт Йоханссон. Или там еще кто-то. Я бы остался. Но ты носатая, страшная баба-мужик. Поэтому я не буду из-за тебя оставаться. Прости меня. Ирма. Что, имя такое дурацкое? Ух, ты ж нихрена себе враждебный Йети. Нихрена... Охренеть, он нам наносит урончика. 15 урона. Ух, я уже думал, он нас убьет. Так, один, два, три. Опа, это был какой-то странный чувак, одетый в костюм Йети. То есть, это даже был не Йети, это был странный чувак, одетый в его костюм. Охренеть просто. Так, что у нас тут есть, ребята? А, у нас есть тут мост, который обрушился под весом снега. И я не смогу его перепрыгнуть. Охренеть. Если бы у тебя такая тяжелая жопа не была, то ты бы смог его перепрыгнуть. Но... Но... Как ты уже сказал, ты объелся бурриток... Бурритто на завтрак. Поэтому... Хрен его знает. Я свет не нашел. Я не могу перепрыгнуть мост. Возвращаемся к Эдварду. О, так. О, нет. Похоже, лошадь Эдварда последовала за ним через машину времени. И так же проплыла вот этот весь путь. Аксати, ребят, осмотрите. Да, у нас же есть пра. Мы можем управлять разумом других людей, животных, машин и многое другое. А не может ли случайно лошадка перепрыгнуть вот эту пропасть? А ну. Уху, да. Офигеть. Значит, Итан, главный герой, не может перепрыгнуть. Лошадка может. Так, что ты еще можешь? О! Нифига себе. Она даже может стены ломать. Хамилтон. Зовут лошадку. Хамилтон, похоже, не очень любит вот эту погоду снежную. Так, это у нас какая-то пещера. Тут у нас есть еще один выход. Нет! И сейчас, ребята, возвращаемся обратно и вернем себе свой разум. Потому что сейчас мы уже можем пройти туда, куда мы раньше не могли пройти. Потому что Хамилтон нам помог. Давай, носатый, толкай. Толкай зверя. Я надеюсь, что мы там сможем найти какое-то освещение. Ааа, давай, сюда, сюда, сюда. Замечательно. Ну что, ребята, будем следовать дальше. Ну, давайте последуем в эту пещеру и посмотрим, что тут такое. Я вижу какую-то кровать. Я вижу печку. Так, кто-то ставил факел тут. Но он не зажжен. То есть мы нашли неподожженный факел. То есть свет у нас уже есть. Я видел камин в доме Ирмы. Но я о нем ничего не сказал. Сейчас, ребята, мы, кстати, попробуем вот эту схему. Что такое? Это плохо осознавать то, что какая-то бедная душа застряла тут в этой пещере и не смогла выбраться. Потому что, как вы видели, стены в пещере и выход замерз. Поэтому кто-то не смог выбраться. Это ей типа хуже было. Но все же, ребята. Да! Мы смогли поджечь вот этот факел. И что он написал? Я, наверное, должен быть осторожен, когда я буду переносить зажженный факел в моем... В моем кармане. Ну, да. Да. Ладно, ребята. Отправляемся обратно. И сейчас мы пойдем в эту гробницу и посмотрим, что тут такое. И я надеюсь, что я смогу поджечь вот это... Вот... Э... Э... Лантерн. То есть... Да! Замечательно, ребята. Мы подожгли вот этот фонарь. И... И... Что это за хрени? А я не могу их даже бить. А поднять? О, нихрена себе. Ого! Эти термиты нереально большие. Они должны... И они могут даже, наверное, здесь большущий дом. Нифига себе. Ну, круто. Так, что это на пи... А... Ха-ха-ха. То есть... Если нажать на вот эту табличку, то, похоже, эта гробница сможет открыться. Так. Кто это нахрен? Лара Крофт! Расхитительница гробниц. Похоже, кто-то был тут муми... Мумицирован или как-то... Или как это называется? Ой, хрена себе, что я поднял. А я полагаю то, что это бутылочка для кремации. Да, вот эти все мумии. Ну, не знаю, пригодится ли она нам. Ух, я должен быть тут осторожный. Эта комната... Эээ... Имеет ловушки. Так, я надеюсь, то, что... Хе-хе-хе. Круто. Так, о. Ну, круто то, что я тут появился, а не... Хрен его знает где. Опа! Увернулись, увернулись. Опа! Еще раз. Увернулись. Убегаем, убегаем. Что у нас тут такое? Это какая-то... Так. Замечательно. Замечательно. А как мне вот эту хрень открыть? То есть, это какая-то хрень, и я не могу ее открыть, потому что у меня нету инструментов. О, а если нет термитов? Да! То есть, замечательно. О, это открылось. И, похоже, я что-то открыл, ребята. Ачивка разблокирована. Том Брайдер. Расхитительниц гробниц. Еще бы сюда Лару Крофт. Была бы вообще лучшая карта в мире. Но все же, ребята, какой-то секретный предмет разблокирован на начальной зоне. Не знаю, ребята, что это такое. Ну, ладно, в принципе, сейчас мы можем отсюда выбираться. Я, кстати, там еще сундучок видел, поэтому не будем выбираться. О, так, что нам нужно сделать в этом пазле? Бла-бла-бла-бла-бла-бла и бла-бла-бла. Короче, я быстро почитал и понял то, что нам нужно передвинуть вот эти блоки Редстоуна к блокам, точнее к Редстоун вот этим светильникам. Я не могу двигать Бедрок. Я могу двигать только вот эти два блока. Охренеть просто, ребята. Это, мне кажется, будет так долго, что я, наверное, буду пропускать вот этот пазл. Ох, ты ж нафиг. Ребята, вот посудите. Вы имеете желание вот так сейчас смотреть минут 15, как я буду вот это все передвигать. Вот, допустим, вот так. Будем сидеть и будем передвигать. Мне кажется, знаете что, то, что сбудется мечта людей, которые говорят, то, что я много разговариваю. Эдисон, говори поменьше. Эдисон, успокойся, Эдисон, почему ты так много разговариваешь? Ладно, будем сидеть вот так 15 минут. Вот так, а? Прикольно, да? Нереальный кайф играть вот так, когда ты сидишь и молчишь, и думаешь, что за дебил сидит, и вообще ничего не разговаривает. Ребята, в жопу этот пазл, да и все. Короче, что мы подобрали? Мы подобрали взрывчатый порох и также взрывчатку, то есть поджигатель, фьюз, что-то в этом роде. Поэтому, ребята, будем двигаться дальше. Я не имею желания сейчас полчаса сидеть и там открывать вот это все. Я надеюсь, что мы все сделали. А знаете что? Ооо, у нас же была подсказочка, ребята. Вот смотрите, где у нас подсказочка? Где вот эта хрень? Вот. А нет, 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 нет. Где вот эта подсказочка была? Сейчас, ребята. Сейчас, 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 сейчас. Про термитов. Про термитов. Во. Эти термиты нереально большие. И они наверняка могут съесть целый дом. И один термит у нас остался. Ребята, вы поняли подсказочку этой карты? А если мы пойдем в дом Ирмы и пустим термитов? Секунду позже. То есть это реально так. Я думал это поприкол, но все же с помощью термита мы смогли разрушить полностью ее дом. Ирма, прости. Это был только эксперимент. Я не хотел тебе навредить. Мой дом разрушен. Что я буду делать? Итан, что ты наделал? Итан, ты спас мою жизнь. Я очень была увлечен на этом домом. Я не осознавала то, что мне нужно вернуться домой к моей семье. Мы должны выбраться с этого острова. И я думаю то, что я знаю путь. Найди мне, найди мне взрывчатку. Мине. Не мне. Вот взрывчатка. Да, найди мне взрывчатку, поджигатель. Мы уже это все нашли. И также небольшой контейнер. Вот. И что еще? И также свет. И что еще нужно? Small container fuse some tape and light. Explosive fuse small container. Some tape. Ага. Все. Замечательно, ребята. Все готово. Но дай мне немного времени, чтобы поработать. И все, ребята. Мы поработали. И несколько лет назад кто-то... Кто-то... Не тело. Пролетал над этим островом на воздушном шаре. И так же... И упал. Да. То есть произошло крушение. Где-то возле какой-то пещеры. Вот. Возьми вот эту бомбу. И отправься в ледяную пещеру. Уничтожь там проход. И ты сможешь добраться до воздушного шара. И с помощью воздушного шара мы сможем выбраться с этого острова. Я надеюсь. Я думал, это по приколу. То, что я сейчас разрушу вот это с помощью термитов ее дуба. Это, оказывается, часть истории. Нафиг. Так. Вот тут у нас пещера, куда нам нужно отправиться. И я надеюсь, что вот это... Да. Крир. Чисто. Ба. Замечательно, ребята. Движемся дальше. Что у нас тут такое? О, я вижу, кстати, воздушный шар. Хм. Простенький. Двигатель. Нужно немного времени, чтобы его починить. Вот, все готово. Все на борт. Мы можем взлетать. Эдвард, Итан, ты мой спаситель. Мы... То есть мы готовы, чтобы уйти отсюда. Так. Забираем лошадку Эдварда. Забираем страшненькую Ирму. И летим с нею вместе. Кулек же все же на голову можно одеть, даже если страшненькая. Но Эдварда посылаем в жопу. Он нас предал, зараза. Он хотел очутиться в Лондоне, но очутился на необитаемом острове. Зачем мы будем его брать обратно? Если бы я мог, я бы его выкинул. Так. Давайте валить с этого острова. Большое, то есть длинное, длинное, длинное путешествие. С помощью этого воздушного шара. Так. Эдвард. То есть я очень благодарен то, что ты вытянул меня с этого острова. Мы собрались всей командой и построили тебе новый дом. Пожалуйста, посмотри внутрь. И запомни, если тебе что-то будет нужно, то ты всегда сможешь мне позвонить и попросить. Ну что, ребята, это наш новый дом. Замечательно. О, это довольно-таки красивый дом. Я думаю то, что я тут приживусь. О, нет. Наверное, термиты последовали со мной с острова. То есть термиты, которые мы подобрали на острове, последовали с нами на воздушном шаре и зажгли в наш новый дом. Вернитесь термиты. Ну это, в принципе, вот такой счастливый с юморком конец. Ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Я надеюсь, что вам понравилось прохождение вот этой карты. Потому что карта реально крутая и побольше бы таких крутых карт. О, у меня прям реально клевое ощущение, что я прошел вот эту карту, потому что она реально была интересная. Ребята, если вы хотите больше карт, если вы хотите больше продолжения, если вы хотите больше прохождения и также провождения времени со мной, вы знаете, что делать. Каждый ваш лайк для меня важен. Поэтому чем быстрее мы с вами сможем набрать 2500 лайков на вот этой серии, чем быстрее выйдет новое видео, ребята, оно сможет выйти даже сегодня вечером. Если мы все дружно соберемся, поставим лайк и наберем 2500 лайков за пару часов, то сегодня еще выйдет новое прохождение карты или без модов. Решайте. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Ребята, я всех вас люблю и буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков Я скажу большое спасибо тем, кто досмотрел это большое длинное видео до конца Вы реальные молодцы, потому что не каждый может это осилить И также, ребята, я приглашаю вас на просмотр нового видео каждый день На канале выходят видео каждый день, поэтому, ребята, приходите, никогда не стесняйтесь Я всегда буду рад вас видеть на просмотре новых видео Ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока